МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Посыпая. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Неуд за уборку. Заместитель главы администрации проверил работу коммунальных служб по очистке города от снега. Квесты, экскурсии, мастер-классы городской музей приглашает школьников на каникулы. Чемпионат ко дню образования Росгвардии. Саровская дивизия провела соревнования по лыжным гонкам. Далее расскажем обо всем подробно. Коммунальные службы получили неуд за уборку города. Заместитель главы администрации Сергей Лобанов во время плановой проверки раскритиковал подрядчиков. Больше всего вопросов вызывала колейность, особенно на дорогах 2-й и 3-й очереди. Вместе с Сергеем Лобановым на объезд ездила и наша съемочная группа. Неудовлетворительную оценку поставила комиссия ДГХ за обслуживание дорог 2-й и 3-й очереди. Обильный снегопад в праздничные выходные стал испытанием для рабочих и техники. Во время снегопада у нас работало где-то 11 единиц транспорта, которые наши чисто расчищали, город убирали. Первая и вторая очередь прошли в 11 лет. Это для того, чтобы передвигался транспорт, а для того, чтобы расширить, опять же, где-то мешать транспорт, где-то другие какие-то причины. На объезде комиссия во главе с Сергеем Лобановым обозначила места с наибольшей колейностью. Одними из самых проблемных стали участки на улицах Силкина, Гагарина, Герцена, Маяковского, Зерновой и Садовой. Есть проблемы у автомобилистов. Поступают жалобы и действительно сложности. И не просто автомобилистам, но и людям сложно перемещаться по таким неровностям, которые образовались в результате колейности. И у нас обращение к жителям. Там, где проводится уборка, внимательно следите, убирайте автомобили для того, чтобы не мешать механизированной уборке. Потому что наличие любых автомобилей в период проведения уборки, естественно, создает препятствия и сложности к наведению порядка на дорогах. Устранение колейности касается также Центр ЖКХ и других управляющих компаний города. Некоторые придворовые территории и тротуары тоже завалены снегом. У них тоже задача в течение двух-трех дней максимально привести территорию в порядок после снегопадов, которые прошел опять же таки с 7 на 8. По словам Сергея Лобанова, если службы в ближайшее время не выполнят расчистку улиц, ДГХ будет их штрафовать. Обращаться в случае завалов, колеи и гололеда на конкретных участках можно в дежурную диспетчерскую службу ЖКХ 05 либо в департамент городского хозяйства по телефону 977-06. 8% детсадов и школ Нижегородской области полностью или частично закрыты на карантин по РВИ и COVID-19. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, за прошедшую неделю заболеваемость респираторными инфекциями осталась на уровне пороговых значений. При этом повышенный уровень заболеваемости продолжают отмечать среди лиц старше 15 лет. В регионе циркулируют респираторные вирусы негриппозной этиологии, такие как COVID-19, риновирусы, сезонные коронавирусы, метапневмовирусы, аденовирусы и парагрипп. Случаев заболевания гриппом все еще не было. Отметим, что во время подготовки к эпидсезону в регионе было привито более полутора миллионов человек. Это примерно половина от общей численности населения области. Саровчане смогут написать цифровой диктант. Акция по проверке цифровой грамотности населения будет проходить по всей России с 10 по 24 апреля. Диктант включает в себя онлайн-тестирование на знании базовых интернет-программ, ориентирование и использование интернет-сервисов, компьютерную грамотность, безопасность в интернете. В цифровом диктанте смогут принять участие граждане от 7 лет и старше. Подробности на сайте цифровойдиктант.рф. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Более 5,5 тысяч российских семей в этом году получат жилищные сертификаты. Документы должны быть выпущены до конца марта. На эту меру поддержки правительство планирует направить более 14 миллиардов рублей. Жилищный сертификат позволяет приобрести жилье за счет федерального бюджета. Мера поддержки предоставляется отдельным категориям нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ресурсный центр добровольчества Сарова просит помочь Ирине Солнцевой, жительнице села Рузаново в Дивиевском районе. В феврале у нее сгорела водокачка. Жители фермы, принадлежащие женщине и животные, остались без водоснабжения. У хозяйки фермы нет возможности восстановить водоснабжение. Нужна любая помощь, финансовая и консультативная. Подробности по телефону 8 930 805 1945. Саровчане могут принять участие в музыкальном онлайн-чемпионате на Кубок территории культуры Росатома. Турнир станет самым масштабным мультижанровым соревнованием творческих коллективов из Атомных городов. Состязания пройдут в трех лигах – вокальный, инструментальный и танцевальный. А чемпионы каждой лиги поборются друг с другом за главный трофей турнира – Суперкубок. Участвовать могут профессиональные и любительские команды. Состав от двух человек, возраст участников от 18 лет, жанровых и стилевых рамок нет. Узнать подробности можно на официальном сайте проекта atomchampions.ru. Прием заявок до 25 марта. Храм в честь святых царственных страстотерпцев стал центром притяжения молодых семей с детьми. Родители гуляют с ними на детской площадке возле храма, а молодожены любят проводить фотосессии. Как дальше будет развиваться прилегающая территория, выясняла наша съемочная группа. Храм страстотерпцев по своему качеству – это лучший объект, который в Сарове был построен за последние, может быть, 10 лет как минимум. И сделать вокруг него некую такую градостроительную ауру, которая бы гармонировала ему, это было бы очень верным решением. Различные варианты благоустройства территории вокруг храма обсуждают уже несколько лет. Недавно свой проект предложило Саровское благочение. Согласно документу, сразу за территорией храма планируют построить культурно-просветительский центр для работы с семьей и детьми. Вокруг него предусмотрено озеленение устройства сквера с пешеходными дорожками, освещением, скамейками, мафами, автостоянкой со стороны улицы Менделеева. Сквер давно просили жители близлежайших домов. Если честно, мне больше нравится, когда больше озеленения в городе. Но по опыту я знаю, что у меня есть друзья, которые наоборот не любят, когда слишком много деревьев. Но если убирать, то, наверное, лучше сквер. Дома построить? Почему? Ну, потому что не хватает места жительства кому-то там. Конечно, культурный центр лучше. А почему? Да. Ну, вот здесь храм. Люди ходят в храм и будут и здесь отдыхать, и рядом с храмом. Зелени практически не остается в городе. Какой он был зеленый? Я с 54-го года живу в городе. А сейчас что осталось? Лучше сквер, естественно. А почему сквер? А потому что и так друг на друге стоят дома. Вот. Уже, в общем-то, места нет разумное. За это и потопы происходят. Вот. Снегопады, снег, некуда класть. Вот. Затора со снегом и прочее. Ну, лучше сквер, наверное. Так поменьше, чтобы народу было. Чтобы можно было, как говорится, в сквере посидеть, выйти там, подумать и вообще. Культурно-просветительский центр, как следует из статьи на сайте православной Сарова, будет представлять собой двухэтажное здание. В нем сосредоточится приходская жизнь саровского благочения. Будут проводиться занятия для детей, работы детские кружки и секции. В оборудованном театральном зале жители города смогут увидеть концерты, спектакли православного творческого объединения «Мир» и приезжих творческих коллективов. Предусмотрено пространство для проведения выставок и организации праздников. Запланировано помещение для молодежного клуба, волонтеров, библиотеки с читальным залом, кафе и игровая комната для малышей. Чтобы создать среду комфортную для жителей и некое место протяжения более универсальное, не только как культовое сооружение, а как еще, то есть просто чтобы люди сюда приходили и любовались на эту церковь. Не мимо шли по тротуару, а здесь как-то располагались, на каких-то площадках смотрели, дети играли. Пока это только планы, но Саровское благочение верит в их воплощение в жизнь. Еще полтора недели и в школах города начнутся весенние каникулы. Уже сейчас родители школьников начинают задумываться, чем занять своего ребенка в эти 10 дней. Учреждения культуры готовятся различные интерактивные и познавательные программы. О том, что готов предложить городской музей школьникам, расскажем в следующем репортаже. Квесты, экскурсии и познавательные занятия. В преддверии весенних каникул городской музей приготовил для своих юных посетителей много интересного. Пандемия начинает сдавать свои позиции, мероприятия офлайн-формата вновь возвращаются в нашу жизнь. Так получилось, что последние месяцы вся наша основная работа, взаимодействие с посетителями были сосредоточены в интернет-пространстве. Там проходили презентации наших выставок, экскурсии, занятия. И мы очень соскучились по живому общению. Поэтому в преддверии весенних каникул мы представляем новую обновленную нашу программу для школьников. Сотрудники музея обновили этнографическую программу. Школьникам расскажут о крестьянском быте 19 века на занятии «Хороша кашка да мала чашка». А для тех, кому интересны русские народные игры и забавы, подготовили экскурсии. Под кусточком у дорожки сидели скоморожки. Мы обновили полюбившуюся программу «Лес полон сказок и чудес», дополнив ее новыми занятиями. Квест для школьников будет посвящен 330-летию города. Это важность вехи в нашей истории. Часть мероприятий будет посвящена истории монастыря. В этом году ему исполняется 315 лет. Весенние каникулы будут проходить в музее с 23 по 31 марта. Подробнее о программе мероприятий можно узнать на сайте музея или в его социальных сетях. Записаться можно по телефону 7-69-65. В этом году войска правопорядка отмечают 210-летие, а Национальная гвардия – пятилетие со дня образования. В преддверии празднования Саровская дивизия провела на лыжной базе чемпионат по лыжным гонкам. В соревнованиях приняли участие 5 сборных команд из воинских частей соединения. Подробнее о спортивном празднике расскажем в следующем репортаже. Вот так торжественно под звуки военного оркестра на обновленной лыжной базе прошло открытие чемпионата Саровской дивизии Росгвардии по лыжным гонкам. Такие соревнования в преддверии дня образования войск Национальной гвардии уже стали доброй традицией. В этом году спортсменов и гостей праздника приветствовал недавно назначенный руководитель соединения Сергей Гошков. Только слаженность, сплоченность и взаимовыручка, взаимопомощь покажет, кто из вас тут сильный, чья команда будет первой, придет к финишу и покажет свои результаты. Участников разбили на две группы. Первой предстояло пробежать на время 5 километров. Результаты спортсменов шли как в личный, так и в общий командный зачет. Остальные участники прошли трассу длиной 2 километра свободным стилем. Те участники, которые заняли первое, второе, третье место, они занимаются регулярно лыжными гонками и участвуют на чемпионатах различных уровней, в том числе за дивизию в составе сборной команды. Игорь Агаев, обладатель первого места в спортивном забеге, занимается лыжными гонками с третьего класса. Служит дивизии три месяца, свободное время отдает тренировкам. Игорь раньше часто был участником различных соревнований, побывал на разных спортивных объектах и смог по достоинству оценить трассу в Сарове. Впечатление очень хорошее, трасса понравилась, погода шикарная, организаторам большое спасибо, подготовили чудесную трассу. Соперники достойные, все оказывали достойное давление, поэтому все прекрасно. Достойную конкуренцию Игоря составил Владислав Шутылев. На дистанции военнослужащие боролись до последнего, все решило последние сотни метров. Но Владислав не слишком расстраивается, участие в таких соревнованиях он уже считает успехом. Мотивирует к дальнейшим занятиям спорта, мотивирует подрастающее поколение, а также для военнослужащих. И для всех командований всегда престижно, что ты представляешь часть и дивизию целую. Сейчас военнослужащие готовятся к соревнованиям, которые пройдут в апреле. Они будут приурочены к дню образования спортивного общества «Динамо», куда входит Росгвардия. Лакомство, которое лечит. О чудодейственных свойствах меда ходят легенды. Его царительные силы убедились миллионы людей по всему миру. А мед свежего урожая сладкоежки ценят особо. Десятки его сортов можно приобрести в торговом центре «Галактика». Там пройдет выставка «Медовая феерия». Темный, светлый, чистый, с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 11 по 14 марта там проходит «Медовая феерия». Качество этого полезного лакомства с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент меда удовлетворял каждого. Поэтому на «Медовой феерии» можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А еще любимый многими – хвойный мед. На щитовидную железу хорошее действие оказывает. Потом против простудных заболеваний. Он обладает противовоспалительным свойством. Также на «Медовой феерии» – мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное влияние на суставы. И как любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогают работе сердечно-сосудистой системы. На выставке есть липовый, майский, цветочный, высокогорный мед и мед с акацией, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. Мед с акацией – очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется. Он очень долго стоит в жидком виде и полезен детям. Аллергию не вызывает. На выставке «Медовая феерия» вам предложат и сами продукты пчеловодства. Перга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. Для детей очень хорошо сейчас актуальны смены температуры, как аэрозоль брызгает в горло, от насморка тоже можно ее применять. Потом, если ожоги, не дай бог, это тоже обладает противовоспалительным действием. Не пропустите выставку «Медовая феерия» работает в торговом центре «Галактика» с 11 по 14 марта с 10 до 19 часов. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Сегодня следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Мария Посыпая. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова